Подоляк об атаках хуситов на корабли в Красном море, беззакония в мире становится больше. Атаки хуситов на корабли в Красном море еще раз доказывают, что беззакония в мире становится все больше. Вернуться к правилам и стабильности можно только после проигрыша России в войне против Украины, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Twitter, экс-советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Глобальная нестабильность растет. Еще одна масштабная точка военной напряженности – Красное море, в котором еменские хуситы активно уничтожают международное морское право, международную навигацию, написал Подоляк. Он подчеркнул, что такого беззакония становится больше в разных частях света. Россия, начав великую войну в Восточной Европе, Украине и демонстративно разрушив всю архитектуру глобальной безопасности и глобального права, презрев конвенции, международные институты, показала пример всем специфическим агрессивным режимам. Сегодня время безнаказанных убийств, а так – разрушений. Атакуйте и убивайте, добавил советник руководителя Офиса. В то же время, он отметил, что Россия часто выступает прямым или опосредованным донором, финансистом, консультантом многих эскалаций в разных регионах, поскольку крайне заинтересована перенасытить страны демократии множеством конфликтов, и таким образом частично отвлечь их от помощи Украине. Вывод простой – вернуть мир к правилам, к стабильности, к предсказуемости можно только после краха, проигрыша путинской России. Любые другие решения будут только провоцировать другие разрушительные процессы, добавил Подоляк, атаки хуситов на корабли в Красном море. В ноябре 2023 года хуситы в Йемене начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну, ранее мы сообщали, что Совет Безопасности ООН потребовал от хуситов немедленного прекращения нападения на корабли в Красном море. ООН также предупредила, что эскалация напряженности может привести к еще более серьезным последствиям, также отмечалось, что США и Великобритания успешно отразили самую крупную атаку йеменских хуситов на корабли в Красном море. Сегодня ночью, 12 января, Соединенные Штаты и Британия при поддержке союзников нанесли массированный комбинированный удар по базам и другим военным объектам хуситов в Йемене. Сообщается, что в результате ударов были повреждены многие военные объекты. Но, как отмечают официальные представители США, удары наносились максимально точно и взвешенно, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Все, что известно о ночной атаке по военным объектам в Йемене, читайте в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.